А перед просмотром данного ролика, ты можешь узнать, какой подарок ты найдешь у себя под подушкой. Для этого поставь лайк под видео и посмотри на последнюю цифру. И да, напиши, пожалуйста, в комментариях, что тебе выпало. И тогда ты точно через какое-то время найдешь этот подарок под подушкой. Ну а вам я желаю приятного просмотра и погнали! Всем здарова, друзья! Меня зовут Скритч, и мы продолжаем вместе со Скрипером проходить Майнкрафт. Эй, всем привет, друзья! С вами снова я, Скрипер! И да, ребят, в сегодняшней серии произойдет нечто безумное, но вы уже прочитали, в принципе, название? Да, конечно, сегодня мы будем с вами превращаться в мобов. Точнее, мобы будут превращаться в людей. Ну, как-то так. Короче, все вы увидите. Давай залутаем с тобой стартовый сундучок, здесь немножечко еды, кирочка. В общем-то, по классике. О, отлично, я сразу же иду, внедряюсь и начинаю добывать дерево. Ну что ж, я добываю немножечко нам камушка для того, чтобы мы смогли с тобой сделать мечи. Ты нарубил деревце? Да, конечно. Вот держите целых пять штучек. Ну вот и верстачок, и я создаю нам два каменных меча с тобой, и погнали изучать этот мир. Нет, отлично, отлично, пойдем скорее. Я уже жду, не дождусь, когда мы поменяемся с мобами местами. Я уже представляю, как это будет круто. Да, господи, какой все-таки красивый мир Майнкрафта. Кто это там стоит? Погоди, погоди, погоди. Вау! Да не может быть! Может быть это сам основатель Майнкрафта? Неужели? Ты хочешь сказать, это ночь? Ну, не знаю, ну, со спины похож, да и спереди вроде тоже. Реально, реально, смотри, ночь. Офигеть. Прикольно, здорово. Давай с ним поговорим. Ну, давай попробуем. Ох-ох-ох, вы встретили меня в Майнкрафте, вам очень сильно повезло. Ну да, реально повезло. Хотите, я изменю этот мир для вас? Ну, да, хотим, конечно. Так? Интересная вещь, пресс. Вау! Подожди. О, чувак, что происходит? Это офигеть просто! О, что? Ночь! Что он сделал? Что ты сделал с нами, ночь? Погоди, а что ты, а что ты Блэйзом стал? Или ты не Блэйз? Пожди. Ты свинозомби? Ай, больно. Ты свинозомби? Подожди. Вау, я могу летать. Я что, тоже? Я тоже стал свинозомби, блин. Погоди, посмотри, посмотри, что происходит вокруг. Вау! Я могу кидаться фаерболами, посмотри. Все, все мобы, посмотри на них. Они стивы. Да, я бы даже сказал, что все мобы в Майнкрафте стали игроками. Ну и что получается? Все игроки в Майнкрафте стали мобами? Так что ли выходит? Офигеть, смотри, я как Блэйз смогу реально просто кидаться вот этими фаерболами. Кстати, кстати, а у меня знаешь какая суперспособность? Какая? Я абсолютно не горю в воде. Ну, то есть, точнее, в лаве, в огне, соответственно, тоже. Так я сейчас... Я тоже, смотри. Ну, понятно, мы с тобой все-таки адские жители. Да. Ну, как-то так примерно. Блин, это реально круто, интересно, а эндер-дракон тоже будет выглядеть как Стив. А вот этого, кстати, я не знаю. Блин, мне кажется, сегодня нам обязательно нужно добраться до эндер-мира, чтобы это проверить. Конечно. Погоди-ка, чувак. Знаешь, чё? Чё? Тут мне ночь, выдал небольшой презент. Короче, у меня есть золотой меч. Да-да-да, вот такой стильненький, красивый. Короче, этим мечом, я думаю, можно будет поубивать вот этих вот существ. Это что у нас? Это была свинья. Да, офигеть. Кстати, вот я могу кидать фаерболы, но я такой же косой, как и Блэйз. Они просто летят в разные стороны, понимаешь? А вот сейчас, чувак, я тебя абсолютно понимаю, потому что я тоже превратился в какого-то странного моба. Давай попробуем убить эту овечку, я не знаю, если мы из неё скрафтим кровать, она, ну, тоже будет как Стив, типа, я хз. Вообще, что происходит в этом мире, я не знаю. Ребята, а если вы захотите продолжение этой рубрики, то давайте наберём 20 тысяч лайков под этим видео, да? Конечно, друзья. Кстати, мне очень интересно, а что будет, если мы с тобой в воду окунёмся? Ай, больно, больно. В смысле, в смысле, в смысле? У меня ничего не происходит. А, ну я же, я же эфрит, я горю сам по себе. А, точняк, ты же эфрит, ты будешь получать урон от воды. Слушай, ну, логично на самом-то деле. Знаешь, мы с тобой уже немножечко, мне кажется, превратили этот мир в ад. Давай убивайте эти чё-то. Да, посмотри, реально, все мобы стали Стивами. Они выглядят очень по-упоротому, офигеть. Да, мне интересно посмотреть вообще на враждебных мобов. То есть, они так же будут выглядеть, как и вот обыкновенные. Ты представляешь, какой-нибудь там зомби или эндермен, который... Да, мне было бы очень интересно посмотреть. Ну, а пока давай полетим с тобой в пустыню. Слушай, я тут пока летел, нашёл храм, и я предлагаю тебе. Вот, да, братан, слушай, мне кажется, это именно то, что нам сейчас нужно, потому что... Не-не-не-не-не, не взорви там ничего, чувак, там же ТНТ, что ты делаешь? Да я его подсвечу. Что ты делаешь? Ага, подсвечу, я же знаю тебя, да, конечно. Так, значит, аккуратно спускаемся, значит... Да, аккуратно... Братан, прости, я улетаю. В смысле? В смысле? Нет, не оставляй меня здесь. Ну что ж, вот и наступила ночь, и мы можем посмотреть на мобов. Да, самое долгожданное время. Гляди-ка, ну, ничего необычного. Смотри, вот это вот свинюшечки, вот свинюшечки, вот зомбарёк стоит, посмотри, такой красивенький. Кстати, кстати, погоди, зомби, по сути, по сути, выглядят как обычные, ну, игроки. Да. Вау, душа. Ладно, хорошо, смотри, отправляемся с тобой дальше, и ищем здесь эндерменов. Я очень хочу видеть эндермена, знаешь, такого длинного, тощего Стива. Блин, на самом деле, это будет очень интересно посмотреть. Ага. Иди сюда, чувак, скорее. Вау. Иди-иди-иди, ты просто посмотри на эту хреновину. У него даже глаза светят. Офигеть, давай я его завалю быстрее. Зачем ты его поджёг, блин, зачем? Крипер, смотри. Кстати, знаешь, что я заметил? Что? Из-за того, что мы с тобой злые мобы, вот эти мобы-игроки нас не атакуют. Это прикольно, на самом деле. Ну, давай его... Это прикольно, но, блин, Крипер, ты чё с ним стало вообще? Его просто расфигачило, расфигачило. Так, скелет, смотри. Скелет. Ну-ка, ну-ка. Скелетончик, такой необычный. Ну как, по сути, уже ничего необычного не происходит, но всё-таки, ребята, он очень странный. Это просто дрыщавый Стив, понимаешь? Ну, да, что-то вроде этого. Хорошо. Где, где они? Где эндермены? Я вот пытаюсь всё это время найти эндерменов, на самом-то деле. Я не знаю. Ну, кстати, слушай, я же ифрит, а нам нужны блейзовые палочки. Кстати, у меня есть идея, я хочу кое-что проверить. Кстати, подожди, смотри, что я могу. Я могу просто делать себе огненные стержни. Вот просто как нефиг делать. Берёшь, короче, и плюёшься. Неплохо, кстати, неплохо. А если тебя убить, тебя выпадет стержень ифрита, интересно. Давай проверим, давай проверим. Я не знаю, ай, больно, больно, не надо, пожалуйста, проверять. Кстати, погоди, я кое-что заметил. Что? Дело в том, что у меня постоянно тоже тропаются только кусочки золота. Понял? Вау, реально? Ну да, я же как бы сына зомби всё-таки, ребята, да? Поэтому из меня тропаются как раз-таки вот такие кусочки золота. Блин, круто. Кстати, я вижу эндермена. Посмотри, как он классно выглядит. Ё-моё. И я предлагаю его убить, потому что нам с тобой нужны эндерперлы. Да, ведь мы с тобой собираемся отправляться в эндермир. Слушай, у нас, в принципе, уже есть одно око эндера, и нам с тобой желательно добыть ещё парочку для того, чтобы отправиться. Искать портал в крепость, ты это представляешь? Это само собой. Нам нужно найти портал в крепость, активировать его и убить эндер-дракона. Мне интересно. Ну как эндер-дракона? Мне кажется, Стива-дракона или что-то типа этого. Ну я не знаю, мы это узнаем скоро, и я надеюсь, он будет реально выглядеть как Стив. Ты глянь, ты просто глянь на этого паука, что здесь происходит в этом Майнкрафте. Да это вообще жесть какая-то. Братишка, посмотри на этих Стива-куриц. Господи, какие они упоротые. Чувак, я не знаю, мы вроде бы с тобой не натыкались, но ты просто глянь, что это такое? Как это? Это просто жесть. Ну как это могло получиться вообще в Майнкрафте? Я не знаю. Но они выглядят очень мило, и я её убил. Хе-хе-хе. Так, смотри, просто фаерболл на самом деле очень крутая тема. Ну они косые немножечко, но зато, зато всё круто. Я уже добыл 9 эндер-жемчугов. Я переделываю свой огненный порошок Вока Эндера. И теперь мы можем с тобой отправляться искать дракона. О-о-о-о, да. Пойдём скорее на поиски портала в эндер-мир. Как понимаю, я буду в основном искать, потому что ты летать не умеешь всё-таки, а я умею. Ну ладно, ты там пока бегай, тусуйся, в принципе, а я полетел. Скрипер, посмотри, мы с тобой, кстати, нашли деревню. И мне интересно, интересно, как будут выглядеть жители, хотя они и так... Давай скорее проверим. Блин, ну вроде бы самые обычные жители, да, ничего с ними не происходит, никак они не меняются. Но это и логично, они же всё-таки жители, они не мобы, правильно? Ну да. И они похожи на Стивов, просто они монобровные, вот, и носатые. Кстати, а ты знаешь, теперь я прокачался, потому что здесь у нас выпал вот такой вот железный меч, теперь я суперпигзомик, да, вот такие дела. Крутяк, крутяк. Окей, погнали продолжать искать крепость. Ну что ж, братишка, вот мы и нашли крепость, эндер-перу полетел вниз. Мне кажется, мы уточки, давай, вкапываемся вниз на несколько блоков. Да, ну не на несколько, нам придётся покопаться немножко, но я в предвкушении, как будут выглядеть чешуйницы, как будет выглядеть дракон, это очень интересно. Ну что ж, вот мы с тобой и прокопались, и попали прямо в библиотеку, ты понимаешь это? Нам, я думаю, с тобой очень сильно повезло, потому что, ну, не в каждой, мне кажется, такой крепость встречается библиотека. Да, там кроме компаса и макулатуры вообще ничего нет, на самом деле неинтересная какая-то. Ну ладно, окей, окей, окей. Да, и я предлагаю тебе сейчас пойти искать портал, потому что мне безумно интересно, как будут выглядеть чешуйницы и так далее. Ну а по дороге, я уверен, мы найдём ещё с тобой какой-нибудь сундучок крутой, в котором будут лежать крутые вещи, но я нашёл сундук, уже. Да, серьёзно? Ну-ка, покажи. Вау. Чё там было, чё там было, чё там было? В нём 5 железных слитков и железный шлем. Я, кстати, себе одеваю шлем. Кстати, как мне идёт? Нормально, нормально? Да, слушай, можешь мне дать железный слиток один, который ты забрал? Я тоже себе сделаю шлем. Ого, у тебя их много. Так, ну я всё-таки сделаю тогда себе железный нагрудник. Ты видел когда-нибудь Блейза в железном нагруднике? Если честно, я приставить не могу, в общем, на тебя смотреться, ну попробуй, давай. Да его и не видно, в принципе, ну окей, да. Ну и зашибись, ну и хорошо, собственно. Окей, так, где же наш портальчик? Пойдём его искать. Не знаю, но мне очень интересно, очень. Если честно, я уже устал искать портал, и мы его нашли. Воу, воу. Да, родичка. Так, разрушай, разрушай скорее, чешуйницы, что с тебе? Необычные такие, кстати, не обязательно было на себя агрить, потому что, ну мы же тоже все братья, как бы пацаны враждебные мобы. И друг друга не атакуем, да? Ну они выглядят очень смешно, они такие маленькие, безобидненькие чешуйницы. Так, у тебя там вроде бы были эндерперлы? Да, у меня есть целых восемь штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Идеально хватило. Отправляемся в эндермирус. Погнали. Ну вот мы с тобой в энде, давай простран... Блин. Ха-ха, ты что? А, я ж умею летать, господи. Эй, подожди, подожди меня, чувак. У меня даже блоков нет. Посмотри на этих Стивов эндерменов. Давай я тебе дам блоков. Мне, в принципе, для братишечки ничего не жалко. Спасибо. Так, ну они немножечко упали, но я, в принципе, как летающее существо, должен тебе помогать. Вау, ты просто посмотри вокруг, что тут происходит, какие все странные эти эндермены. Что это вообще? Это просто капец. Ну что ж, братишка, теперь нам нужно разрушать вот эти вот кристаллы. Благо у меня есть фаерболы. Вот, я уже один кристалл, кстати, разрушил. Ну, а тем временем я пока что буду убить эндер-дракона. Давай. Ну, по сути, ты больше ничего и не можешь. Ты всего лишь свинозомби. Ну да. Ну вот, я разрушаю вроде как. Нет, еще два кристалла осталось, и мы сможем фигачить эндер-дракона. Ты понимаешь это? Я это абсолютно понимаю. Я буду бить его рукой. Да, давай, бей его всем, чем можешь. А у тебя ж меч вроде есть. Ну что, последний кристалл разрушен, братишка. Мы наконец-то можем начать убивать эндер-дракона. Так, окей, давай я попробую эндер-дракона в полете пофигачить. Мало ли, нет, это плохо получается. Все-таки... Короче, натягивайте его и вот так вот попадаю прямо ему в рыло. Чувак, я его сейчас офигеть как жестко фаерболами отфигачил. У него очень мало хп осталось. Он прилетает, он опять прилетел. Давай, надо его фигачить. Иди сюда, давай, давай, давай. Господи, офигеть какой-то. Что ж он как жестко толкается? Он тебя тоже отталкивает, подожди. Да, немножечко. Я случайно палочки эфрита сделал. Ну, в принципе, как обычно. Так, окей. Я начинаю пытаться в него попасть. В полете сделать это реально очень сложно. Ты так странно выглядишь. Такой маленький свинозомби бегает по аду. Это так смешно. Офигеть, чувак. Он какой-то дико мощный сейчас эндер-дракон. Воу, 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 воу. Давай, давай, давай. Напас, напас. Мочи его, мочи его, мочи его. Я пытаюсь. Я тоже, я тоже бью его прям в животик. На, на, на. Воу. Мне кажется, мои фаерболы практически ничего ему не сносят. Хотя нет, в принципе, неплохо сносят. Нормально, чувак. Ты нормально, офигеть, что? Прям уверенно, уверенно. Ох, блин, мне кажется, он уже ослаб. Да, у него осталось всего половина хп, и мы скоро его убьем, ты понимаешь? А потом... Давай, летай, окружай его. Со всех сторон, со всех сторон, бомби его. Что потом? Мы сможем стать эндер-драконом с тобой. Кстати, а это будет отличная идея. Да. Ой, я в него попал в полете. Блин, уже два раза. Прикольно. Дракон приземлился, он меня чуть не убил, кстати. И нужно срочно его дофигачивать, потому что у него осталось... Давай, добиваем его, добиваем его. Я надеюсь, мы его совсем скоро убьем, потому что я уже устал кидать свои фаерболы. Это просто жесть. Вот, он прилетел. Давай, добиваем его. Ну что, иди сюда. Давай, давай, давай. Добивай его. Давай, 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 давай. Бам! Да! Мы сделали, мы сделали это. Смотри, как из него высасывается. Посмотри, душа, душа эндер-дракона. Охренеть, как же это красиво. И кому из нас она достанется? Ну, я не знаю. Ну, смотри, всю серию я, в принципе, летал, кидал фаерболы, так что я дарю его тебе. Окей, спасибо. Только у меня песочек, вот так я простраиваюсь, значит, своим песочком. Давай, давай. Песочком к этой душе, короче. Видимо, эта душа слишком... Я смог ее подобрать, а ты не смог. Ну что ж, все-таки у меня получилось подобрать душу эндер-дракона, и я могу им стать. Ты готов? Давай, я всегда готов. Смотри на меня внимательно. Привращайся, превращайся. Смотри. Офигеть, сколько у меня сердечек. Я тебе знал бы, как это было круто с стороны. Ты что делаешь? Ты что плюешься в меня? Ну что ж, друзья, я думаю, на этом стоит закончить этот мега офигенно эпичный ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте тому видео большой пальчик вверх. Ну и, само собой, не забывайте нажимать на колокольчик. Ну а с вами были Скрэч и Скрипер. Всем удачи, ребят. Ну как сказать, свинозомби и блейдс. Ну да-да-да. Всем удачи. Всем пока. Всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok